Всем привет! В этом видео будем создавать модель шнека более быстрым способом, чем это было доступно ранее. Давайте начнем. У меня есть цилиндр. Я создам эскиз на вот этом виде. Нажму клавишу по-английски, сделаю проекцию. С помощью линии соединю центры этих отрезков. Ну и с привязкой к центральной линии как-то вот брошу такую линию под углом. Так, нажму галочку обязательно. Так, и продолжу с помощью линии. Отсюда создам сюда такую линию и до пересечения сюда. Хорошо. Теперь я выделю эту точку. Обязательно я ее зафиксирую. Так, клавиша D. Ну пусть будет здесь, например, 10 мм. То есть, мы видим, что меняя данный размер, у нас меняется угол наклона нашей линии. Ну пусть останется 10 мм. Далее я вызову инструмент Offset во вкладке Modify и смещу эту линию, скажем, на минус 5 мм. Далее с помощью линии я просто замкну эти фрагменты, чтобы эскиз был замкнутым. Просто перейду в Solid, выберу инструмент Emboss, выберу эскиз и выберу цилиндрическую поверхность. Так, давайте здесь сделаем Emboss, то есть наружу, и пусть будет здесь 10 мм. Так. А если 30? Хорошо, пусть будет 30 мм. То есть, нажиму ОК. Получается, что инструмент Emboss позволяет нам наносить эскиз на цилиндрическую поверхность. И когда данный эскиз находится под углом к этой поверхности, он оборачивается вокруг вот такой вот спиралькой. В принципе, это очень удобно. Но есть небольшой момент. Давайте создам эскиз на этом виде. Клавиша P. Значит, создам проекцию всего тела. И с помощью инструмента Measure посмотрим, какой здесь у меня получился шаг. Так. Запишу себе на листочек. То есть, у меня получается 62,832 мм. Нажму Close. Так, верну видимость нашего эскиза. Так, Finish Sketch. Итого получается. У нас есть размер. Вот это вот 10 мм. И есть шаг, который получился 62,832 мм. Соответственно, например, если я хочу сделать шаг, например, чтобы у меня был 20 мм. То есть, мне необходимо сделать пропорцию. То есть, я 10 умножаю на 20. То есть, получается 200. И делю это все на 62. Так. 832. Получаю вот такой вот размер. Так, сейчас, который мне нужно заменить. Получаю 3.183.09 мм. Нажму Enter. Finish Sketch. У меня автоматически, благодаря истории, есть все последующие действия. Я просто вызываю в вкладке Inspect Instrument Measure. И вижу, что шаг моего шнека 20 мм. То есть, получается, меняя один размер, мы можем получить шаг нашего шнека такой, какой нам необходим. Это первая вариация, которую можно, как можно создавать шнек. Очень еще один был такой популярный вопрос, который, в принципе, многим ломал голову. Это создание резьбы с переменным шагом. Это я покажу уже в следующем видео. На этом я данное видео заканчиваю. Спасибо за внимание. Желаю всем творческих успехов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.